Всем привет, дорогие друзья, с вами Боди. Мы продолжаем с вами проходить игру по названию Димак 3 Дикой Охот. И это 41-я часть проходения этой игры. Ну что, ребята, мы продолжаем. Так, давайте мы это заберем. Кстати, ты посмотри. Ничего себе. Костя, зенегами. Так, и остановились с вами вот на этом квесте. И что мне хочется еще сказать. Вы, наверное, да, удивлены. То, что я уже на Острый Туманов. И в чем причина? Причина в том, что у меня вылезла игра. К сожалению, да. Я не буду перезаписывать это все. Ну нафиг, я просто час потратил. Ну, в прошлой серии мы остановились с вами в Карморхе. Там мне дали квест. Типа, нужно всем... Ну, ко всем приехать, да, и сообщить, что скоро будет у нас битва. С Дикой Охотой. Я всем сообщил. Сообщил королем, я не помог. Потом поехал я в этот... На скельке там сообщил королем. Казалось, что дал мне замечательный меч. Вот такой вот. 10% шанс вызвать заморозку. Потом сообщил короле. Она согласилась. Там мне дала пару воинов. Вроде. Ну и потом я отправился, короче, на Остров Туманов. Ну вот. Так, ладно, я покажу. Как мы просто плыли на лодке. Потом я увидел маленькую такую вот сферу. Светящуюся. Я следовал за этой сферой. И эта сфера привела меня вот туда, вот тот домик. Это там, короче, никто не открывал. Там были какие-то люди. Ну, маленькие домики, короче. И не дали класс спасти всех челиков. Один сдох при меня на моих глазах. Он просто упал за скалы. Это второй. А третий сдох. И спи. Я не буду перезаписывать. Ладно, давай начнем так. Отойди. Просто не было там ничего такого интересного. Вот. Гаспар! Что-то ты мутный. Подожи. Эй, а что сразу мутный? Не выспытай я. Что с остальными? Одного я нашел у логового монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Хелера. Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. Отойдите. С дороги. Она холодная. И не дышит. Мы ничего не могли сделать. Подождем у лодки. Так, я сейчас должен пропустить. Вот именно здесь у меня и вылетело. Так, я дождусь этого момента. Этого вылета. Ну да, я могу пропустить, это хорошо. Но я пока что не буду. Такая прям будет сцена трогательная. Я у меня чуть не расплакался нафиг. Это встреча с Цири. Так, показывают еще пипец. Эту встречу нафиг. Трогайся на момент. Ладно, я пропущу. Там, типа, они обнялись. Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Вот все. Они встретились, короче. Она, почему она, короче, зла, потому что даже сфера влезла в нее. Да, он это все время повторял. И не надоело ему. Наконец мы ее встретили, Цири. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куролиска из Спалы. Очередной в моей коллекции говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. Смотрим сериал. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет. Над этим ты бы шутить не стал. Это... Это отлично! Какой приятный подарок! Да. Ты доверяешь ему? Авалакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу! Ну давай, рассказывай, интересно. Начала путешествовать с Авалакхом. С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей. Зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг. А иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Давай так. Ну тогда расскажи мне, как все было по очереди с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил Филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалакх начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму. Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалакх не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал и опрыгнул туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Авалакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту, и что я убила кабана мечом? Слышал. Я за тебя играл. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу. Поэтому вместо того, чтобы искать Авалакх, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стражи постоянно устраивают такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других. И что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок-младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражник загоняет меня. Не хочу. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на скеллиги. Побережье Хендрасфиаля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хелмором. То есть ты случайно там оказался? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня в последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Нифига себе. Ну, были милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Ты знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты солидная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэрморхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина. Лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Чё я такое? Дика хода. Да ладно. Капец. Собери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Собери нас домой. Офигеть. Сейчас будет битва в Каэрморхене. Да, это будет жестко, ребята. Это будет жестко. Интересно, интересно, интересно. Жду не дождусь этой битвы, блин. Всех там ушатать нафиг. Зафигарить. Это чё такое? Они где-то чёрные. А, это его лошадка такая. Ничего себе. Какая-то редкая порода, значит, у них. Сейчас мы появимся. Они офигеют. Всё, всё. Всё понятно. Что? А вот и мы... Мы вернулись. Мы вернулись. Офигеть. Всемир. Привет, маленькая. Сири! О, еннихер. Прикольно. Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдём, поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка. Трис. Опа, она... Она увидела. Все, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему всё ещё плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. Тефец. Она будет, наверное, это... Я чертовски рад вас всех видеть. Что же мы здесь стоим? Да, идём внутрь. Нам надо всё обсудить. Битва в Карморхене. Йен. Ты знаешь о Дикой Охоте больше, чем остальные. Можешь сказать что-нибудь об их магии? Так, погоди, там что-то было... 26 уровень, охренеть. Как быстро поднимаемся. Битва в Карморхене, 24-й левел. Башня здесь ниоткуда. Ладно, погнали, выполняем. Есть навигаторы, которые открывают портал. С порталом добороться. Можно магией или двимиритом. Ещё они используют холод, приходящий из пустоты, сквозь которую они не пришли. Я буду их слушать. Нас слишком мало. Мои девицы. Это будет тяжёлый бой. Мои девочки. А ещё нужно мне сделать вот так. Можно даже ещё один раз. Потому что это маленькая хрень. Мало восстанавливается. Мне сказали, что за ней гонится дикая охота. И что у нас могут быть непроженые гости. Надеюсь, этот газ подействует. Подействует. А они все застоят с буря, офигеть. Ух, интересно, вот битвы. Но, к сожалению, нету этой. Как её? Она одна из нас, Герак. Кейромец, я её... Мы не позволим её забрать. Вот, блин, зачем я это сделал. Она немногим младше Весемира. Было бы поинтереснее, если бы я оставил её у живых. Ну ладно. Чё теперь поделаешься? Я, Эскин. Здравствуй, Волк. А я просто с ними буду идти, идти. А вот и ты. Да, все прям здесь. Ты вообще горящие стрелы лучше. Мы просто идём по пути и встречаем их. Так специально сделали, да? Ну, правильно, мне, конечно, нужно поменять. Это старьё какое-то бы. Надо бы найти чё-нибудь стоящее. Какой-нибудь весьмащий, да, спектр сделал? Жёсткий. Ладно, побежали. Собирай всех. Начнём совет. Ладно. Ладно. Спасибо, что вы здесь. Дикая орхота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Какой у нас план? Давайте убирать. Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йена кружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам две меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Самое главное для нас, Цири, — это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Давай. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи двумерита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное. Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, что мы пропустили что-то важное. Не думаю об этом. Я хотел поговорить о том, к чему готовиться. Спасибо, не интересует. Поговори лучше с Цири. Смотри, какая она мрачная. Вы все сейчас здесь не нужны. Не волнуйся ты так. Выше голову, мы справимся. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. 27 левел уже. Как быстро мы это... Апаемся, охренеть. Надо поговорить с Цири, погоди. Есть минутка. Серьезный разговор. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться, как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе, как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Не переживай. Геральт? Геральт? Ну вот, видите, мы делаем доброе дело. Я просто помню. Надо, короче, с ней относиться бережно, типа, разговаривать с ней, типа. Вот. Чтоб хорошая концовка была. Вот так вот. Ладно, пойдемте дальше. Выполнять задание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это уже видео, да? Да, это видео. Продолжение следует... Жопа... Все по защите. Звук алкотест. Алкогест. О, мы невидимые. Это просто нечто. А еще невидимость... Гончие могут тебя учуять, к ним не приближайся и помни, в бою тебя будет видно. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал, не трать их попусту. Две мерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем, поздороваемся. О! Не спеши. Пока что лучше не высовываться. Их там многовато, кстати. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Ох, ни хера себе она их шмандосит как. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Мерегой, лучше сразу дай мне по башке. Ну-ка, погоди-ка. Я посмотрю этот меч. Меч, война, дикая охота, капец. Так, погоди, выполняй задание. Волчьи ямы Роше. Все просто отлично. Бомбу нужно бросить. Мне нужно начать сделать бомбу, да? А, у меня есть. Так, что это? Отлично. Если... Твою мать. Черт. Надеюсь, я сделал правильно, кто-то себе показал сейчас. Так, как мне кину это? Ненавижу порталы. Все. Зелья какие-то у них еще. Пластины. Следующий. А, я должен, наверное, всех убить просто. Да, мы должны были тут всех убить просто. Ясно. Так, с этим разбрались. Парцелы. У нас получается, они изичные. Правда, задевают, конечно. Следующий. Изи. Так, снова у них мечи. Наконец-то лучше. Еще один. Я, конечно, верю в этот видимостер. Давай держаться подальше от этих тварей. Могут учусь бы, ну реально. Дело сделано. Все. Осталось убить. А, даже все так. Пропало. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с Дикой Охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Это типа знак? Что там с Мерегорь? Зараза. Так, что это такое? 500 очков опыта. Сколько мы здесь получаем? Офигеть. Я в шоке. Ты должна была ждать внутри. Я не могу все время прятаться. Я должна с ними сразиться. Назад, немедленно. Нет. Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера. Давай к ней. Вот сейчас будем за ней играть. За нее офигеют. Опять он, я за него вроде убил. Красава. Не зря мы его. Так, магический сценарь используется, чтобы он ударит туда. В основном для задания. Приготовить его к использованию. Погнали. Погнали. Сильный, тварь. Все, побежали. Давай. Держись, Трис. Сырик. Вернись, крепость. Нет. Я не дал сигнал. Вот какая у меня с цирием. Никого не боится. На. Какая же мощная штука. Офигеть. Она очень мощная цирием. Блин, я не отошел. На. Зараза. Блядь. Как эпично. У меня просто красавца. Блин, я смотрюсь, как бы был в этой брене. С доспехи. Упец. Герой. А, это его щиль, что ли? Офигеть. Как они сделали, круто. Упец. Назад. Нифига себе, какой мощный. Заклятие нет, слабее. Уран почти в крепости. Быстрее, плотва. Так, возвращаемся. Бери, он нас прикроет. Не стоит. Интересно. Он сдох? Гемлярин. Сомневаюсь. Ну, все, успели. Сейчас закроется это. Или нет? Закроем ворота и все. Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Скотина. Отрезать двор! Закрыть ворота! Закрыть, 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 давай. Герни, везем. А, это ловушки. Видимо, еще точно. Закрывай! Голера ворота! Или пройти, да, нет? А как закрытый еб? Закрой ворота! Да все, все, все. Получилось. Ладно. Ландерт, не геройствуй. Гераль, мигом к ландерту. Так, надо его помочь быстро. Давай, давай. Жесть! Что происходит? Хватит тебе! Твари! Все. Ламберт, балда, давай к нам! Надо отступать! Йеннифер слабее! Надо отступать! Йеннифер слабее! Так, продолжаем, ребята. Привет, делал. Ой, я застрел. Все, нормально. Погнал. Ирегись! Отходим! К воротам и во двор! Победим сейчас. Отходим! К воротам и во двор! Вот! Как ты хочешь! Давай, 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 давай! Это место! А что не используют жидан? Привет от Голтона, сучьи дети! Погоди! Квен! На! Выход на главный двор! Мне интересно, чем закончится эта битва? Где Эскель? Холлера! Мы договаривались, что он открыт ворот! У нас не могут все время удерживать их. Значит, он сбрался. Что-то произойдет в конце. А мы должны помочь Трис. Надеюсь, они заберут. Так, помогаем. Три, забай! В атаку, блядь! Они почему-то у меня тут стоят. Ну что делаю, если? Ребята. Так. Все в порядке. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эскелем? Надо отходить! Он в беде. Я иду к нему. Помни про камень, который я тебе дала. Так, сейчас будем за него играть. Давай. Мне кажется, мы будем с боссом бороться. Вот, с Эсси, наверное. А самого главного потом победим. Ну давай, покажи на то, что ты способен, чувачок. Или мы даже за него будем играть, музык? Я щирюю, если это так. Хоть бы его не убили еще. Офигеть он. Мощный. Мощный деденька. Офигеть он. Слепорсируется еще. Ёп твою мать. Нет, не убиваю. Трис поможет. Ой, офицеры. Капец, она тоже депортир. Насыка, мое. Видишь, я тоже так умею. Это че еще? Че за рок? Не наступают. Ну, с Эсси, мы на Эссичек справимся. Давай сюда. Молодцы! Этих я возьму. Вот сюда. Сюда. Тварям этим. Ты спасаешь мою задницу. А должна была сидеть в замке. Тогда кто спасал бы твою задницу? Урон 800 цири. А у нас там только 500 с чем-то вроде. Надо открыть им ворота. Она прям пипец мощная. Ай, я горюю. Он его любляет. Убедись воинов. На, просто победись. Ладно, давай. Вот какой за нее урон? Че не замечу такую? Видит, нет, меча забистит вообще. У него левел прокачан, значит. Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели. Вемеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Так, теперь загеркаль-то давай. Держи. Я затворю круг жизненный сил. Нужно закрыть порталы, иначе мы погибнем. А, закрыть все порталы, давай-давай-давай-давай. А как он что-нибудь здесь потом? Блин. Так, первый есть. Но у меня, к сожалению, закончилась эта фигня. Да, она закончилась, все теперь делась. Мне просто две бомбы дали. Взять-взять-взять-взять-взять. Блин, что за жесть происходит? А почему у меня еды нету? Какого хрена вы что, совсем что-ли? Так, еще. Еще попытка, давай. Так, куда ты? А, вроде все. Два из двух. На всякий случай возьму. Уже бегу! Уже бегу! Хм. Пролагала. Ну все, нахуй. Нет, макер, нет. Жесть. Ёб твою мать, Геральт. Едем. Охереть. Едем. Где он? Надо. В этот раз ты от меня не улетешь. Успец. Неужели я сейчас возьму? Да ну. Да нет, блядь. Давай, сыр. Вот он, самый главный, тварь. Неужели его сейчас убьют? Беги! Тварь. Она тебя не бросит. Это самое главное, надо его уничтожить. Вы, люди, так непрактично. На хера? Что они хотят от меня? Сейчас она еще не что-то сделать, намочит воду. Нет? Я запрещаю! У нее нет выбора. Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Теперь беги! Ёб! Ёб твою мать! Он сдох. Блядь! 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 Нище раз. ебать вот что с ней произошло, когда она смерть видела друг с детства ебать 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 геральдов начнутся давай спаси ее капец она ебать 6 очков умения 6 очки опыта 1000 нахер ебать 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 или какого то вроде так да ебать 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 Это его меч, не будем трогать. Теперь она будет себя винить с того, что он сдох. Оволак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Оволак... Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Он может ее контролировать, что ли? Оволак этот. Хорошо, я не умею плакать. Че ей сказать? Надо готовиться к погребению Весемира. Весемир, а это Весемир, че? Я перепутал. Какой там другой? Эльфар! Весемир, мой! Якорей! Кур! Сожгут на костре. 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 о чем будем взялся с очками то погоди к я не могу медитировать смысла zero или обладает великой силой почему никто не учил ее контроля представь себе кто-то ее все таки учил как видно без успеха с удовольствием поссоришь у нас не было случая поговорить благодарю за помощь из-за заботу о цели еще будет время для благодарности сейчас надо забрать отсюда zero или спрятать и собрать более мощные силы в каэр морхене собрались все на кого мы могли рассчитывать в таком случае следует попросить о помощи врагов лучшее оружие против дикой охоты магия значит нам нужны чародейки мастера магии ты имеешь ввиду ложу я не доверяю ложе но похоже другого выхода нет это так я заключила соглашение с императором в обмен на помощь ложе получит амнистию и убежище на территории нефгарда это будет нашим козырем в торге 3 я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек ты мне поможешь разумеется у меня даже есть мысли где начать проклятие вы опять строите планы никто не спрашивает моего мнения с меня хватит я не дам себя никуда вести как мешок я не хочу сидеть сложа руки я устала ждать и прятаться ты права права ты доказала что можешь о себе позаботиться проще похлопать по плечу с мыслью что все как-нибудь обойдется чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза зираэль обладает великой силой которую не в состоянии контролировать она опасна и для себя и для других пока она не научится владеть собой она должна оставаться в изоляции во первых нихрена подобного а во вторых если уж ты заговорил о смелости обращайся прямо ко мне в этот хрен я напомнил короче сериал академия амбрелла вроде там типа девка одна тоже с такими силами каким-то я лучше пойду за ней подожди ей нужно время позволь ей пройти через скорбь а потом мы как можно быстрее начнем уроки она должна научиться управлять своими способностями все это обучение правда необходимо ты видел что произошло сырье может оказаться даже более опасно чем дикая охота хорошо мы еще ненадолго останемся в крепости а потом присоединимся к тебе и трис в новиграде встретимся у лютика пойдем я чем раньше мы отправимся тем лучше он у квестов до свидания ухтяг да нам еще проходить это не финал очка да проходите проходить тысячу очков объектом и теперь с на что мне очки трассе не понимаю вообще ничего не получается видишь я опустил руки после восьми попыток а сколько я должна это делать сколько потребуется у меня ничего не выходит все сразу хочет прям как я продолжим позже с маятником у тебя тоже сначала не выходила геральт прошу тебя по сравнению с этим маятник легкая прогулка и вообще не в этом дело в чем авалак говорит что ничего не выйдет пока я не перестану думать о битве а мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут скажи как ты это делаешь что чтобы не происходило ну что угодно ты всегда умеешь взять себя в руки насчет ванильного пудинга не знаю но знаменитый самогон ламберта всегда мне помогал хуже мне уже не будет кис-кис-кис-кис-кис добычу сильно может попробуете другой способ мы столько перепробовали не огорчайся ты не должна быть мастером во всем ты отлично владеешь мечом луком магию остав чародейкам да налей мне еще налей мне еще пухать пухать на следующее утро че такое геральт геральт вставай что вставай что такое вставай пора ехать я коней заседлала цири только рассвело куда ты собралась велен через несколько дней на лысой горе будет шабаш чародеек и знаешь кто у них почетный гость не знаю просвети меня им лирих лучшего случая его достать у нас не будет как тебе это вообще пришло в голову я хочу отомстить за веси мира шабаш это идеальная возможность им лирих будет среди своих пьяный и расслабленный он не будет ждать удара так ничего тут убирается чувствую овалак будет не в восторге от твоего плана а ты его здесь видишь я оставила ему письмо мы встретимся в новиграде пойдем по дороге поговорим види да а к императору не надо в путь правильно я выбрал я не знаю после битвы в каер морхене которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости цири начала думать о месте предводителем дикой охоты однажды ночью она разбудила геральта и убедила его отправиться в велен цири знала что на вершине лысой горы она встретит им лириха девушка собиралась его убить им лириха это походу какой то там из дикая охота да ну давай подождем вот я не знаю нужно было туда и отправляться нет к императору хрен знает но такой выбор прям не знаю пять дней спустя пять дней спустя я с ней теперь все защищают длины как дедушка мороз ты капец надо менять успех от во воронеже про это место говорили арт кербин дом хозяек леса христиане боялись этого места оборон считал что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей интересно как он сейчас он нашел жену и забрал ее куда то далеко с анной не все было в порядке жалко давай сделаем то что нужно надо подняться на вершину и найти имлериха веренские крестьяне зовут эту ночь праздником даров не знаю почему лысая гора выполнили хера себе так подожди-ка давайте посмотрим задание найти пусть в вершине ну пока нет да все ладно давайте на этом я закончу эту серию пожалуйста подписывайтесь на канал свой друг контакте всем пока следующей серии будем продолжать проходить 3 ведьмака начинается самое интересное походу в сюжете масса следов здесь прошла толпа крестьян давайте я сохранюсь так вот и все давайте закончим на этом всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока